Здравствуйте! Наша сегодняшняя тема – путешествия с ребенком. Хочется надеяться, что ваша встреча с доктором до путешествия уменьшит вероятность встречи с доктором во время путешествия или после него. Пойдемте. Программа выходит за петрунтой торговой марки Барни. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, Луиза Васильевна, мы сегодня говорим о путешествиях с детьми. И давно вы с ними путешествовали? С четырех с половиной месяца. Вы знаете, путешествия – это здорово, это интересно. Но вот вопрос такой – совместима ли дальняя дорога с ребенком? Ну, давайте тогда узнаем у экспертов. Они наверняка нам помогут в этом. Давайте. Я очень люблю в самолете быть. Вот самолет – это я самолет. Машина, я ездил до бабушки, а на поезде уже на море ездил. Ну, там были еще такие двухэтажные кровати. У меня на дате тоже такие были. Ой, сидеть, сидеть. Захватил их руки, говорю, пап. И там игрался, оба сидел. Смотрел в окно, у папы на ручке. Сидел, смотрел в окно, сидел, смотрел в окно, сидел, смотрел в окно. И мне было тяжело, а потом я сразу заснул. У меня сестричка ездила в самолете. Ей два котика, но ее не закачало. Так далеко было, что у меня даже ушко заболело. И я закрыл ушки. Ну, просто надо было гладить на сторону, чтобы ушко открылось, а не закрылось. Я летел, закладывал и вот так. О, качало! Нет, просто пару минут постоял, надо не так, и порядок. Если в самолете и там лег на полу, то можно выпасть. Ну, я своих деток, когда подрасту, не буду на транспорт говорить. А, в метро можно одного взять. В метро никто не будет вырывать. Как вы видите, дети имеют определенный опыт путешествий. И детей всегда волнует возникновение во время путешествия проблем медицинского характера. Будет нас вырывать, не будет нас вырывать. Неудивительно, что не только дети, но даже их родители приходят к докторам до путешествия, чтобы задать вопросы. Да, у вас был Константин Стогни с женой Еленой и двумя своими очаровательными девочками Машей и Катей. Давайте посмотрим. Когда человек страстно любит путешествовать, но очень скучает в разлуке с семьей, что он делает? Правильно, берет своих близких с собой. Правда, заранее позабочившись обо всем, что пригодится в пути. Таков Константин Стогни. Как правильно собираться в дорогу, он знает. Его послужном списке. Служба в спецназе. Оперативная работа в уголовном розыске. Экстремальная журналистика. У жены Елены тоже есть свой список. Список того, что непременно должно быть дорожной аптечки. Но каждый раз он обновляется в зависимости от того, насколько экзотический пункт назначения его ждет. Вообще, я даже привыкла, что в азиатских странах, например, я покупаю препараты от кишечных заболеваний. Там очень хорошие. На месте, там. Да, на месте. Например, в Таиланде нам порекомендовали очень хорошую мазь от аллергии. Потому что от солнца, наверное, или от большого количества белковой пищи ребенок начал почетоваться. Ну, заметьте, кстати, я бы, например, когда мне сказали, что ребенок начал почесываться от большого количества белковой пищи, я бы порекомендовал поставить ему клизму, например. Я бы. Ну, это самый радикальный из незапамятных ребенок. Клизму мы возили первое время, а потом мы взяли глицериновые свечи. Глицериновые свечи. Замечательно. Но мы же должны с вами понимать, если есть, условно говоря, плотный комок кала, который не может ребенок покакать, то будут и очень эффективны глицериновые свечи. Нет, все нормально. Да. Все нормально. У нас по-моему, все нормально. Все. Мы нет. На самом деле, каким образом мы поможем ребенку очистить кишечник посредством клизмы или посредством глицериновой свечи, вопрос не принципиальный. Главное, что мы с супруженицей вашей говорим на одном языке. Или глицериновые свечи, ты меня тоже представляешь. А я вам расскажу. Есть такие вещи, называются микроклизмочки. Такой тюбичек, такой маленький. Там специальный раствор. А вот я побаивала всего. Мне казалось, что он такой очень... Нет, еще раз говорю. Свеча с глицерином поможет только тогда, когда на выходе, вот, условно говоря, прокакаться не может. А это поможет в любой ситуации. Понятно? Я не призываю ставить ее каждый день, но взять с собой, по-видимому, имеет смысл. Что еще, например? Есть ли у вас какие-то проблемы во время... Ну, вот для меня главное, наверное, в путешествиях, вот это то, на что я, конечно, хотел бы обратить, может, не ваше внимание, у вас же нет проблем. И, как раз честно признался папа, что необходимости обращаться за медицинской помощью, к счастью, не было. Хотя мама уже тут сказала, что все-таки тайландские врачи, там, что-то... То есть было все-таки, что-то было. То есть обращались все-таки. Было, но это не... У нас папа включается на этапах подготовки, скорее всего, там, чтобы... Ну, можно предосмотреть, что будет из опыта жизни. Например, когда самолет и перелет, то дети начинают, там, при наборе высоты или при посадке начинают хныкать много. И обычно проблемы, и начинают, там, трясти ребенка, что-то делать. Я думаю, какой выход, там, почему это? Ну, наверное, ушки закладывают, потому что у них больше... Они какие-то чувствительные, чем у взрослых уже людей. Поэтому перед полетом Маше говорю, там, вот ты фотографии показывай, где я погружаюсь, например, и начинаю хитрые такие истории. Там, вот, чтобы погружаться, там, водичка может давить. Вот, смотри, такая, и отрабатываем уже этот элемент, там, продувания, например, обычно. Я говорю, если одно ушко заложила, там, закрыла носик, и вперед дунь, она так дунула. Или сглотни слюну. И тогда открывается второе ушко. И потом... О, красота какая! И потом что? Вот. И когда вдруг начинает, она беспокоится, начинается снижение, я говорю, давай вот попробуем эту игру, которую я тебе говорил, вот, погружение под воду. Как мы делаем? Она начинает продувать, и у нее сразу... Она, во-первых, увлечена игрой, а, во-вторых, ушки перестают болеть. Ну, кстати, вот тема, которую вы сейчас подняли, одна из самых интересных, там, где мы реально можем облегчить процесс путешествия. Потому что одному ребенку вы можете научить делать глотательные движения, продувать ушки, а, например, когда ребенку 6 месяцев, вы можете не научить, да? Я вообще жене сказал, до 3 лет ничего путешествовать. А ведь защитить от этого ребенка достаточно легко. О чем идет речь? Речь идет о том, что при резком перепаде давления воздух из полости уха через слуховую трубу выходит, и происходит спазм этой трубы. Это приводит к повышению давления в полости уха, к боли, которая... А убрать это очень легко с помощью обычных сосудосуживающих капель, которые закапываются в нос. То, что нос закапать и не будет. И не будет боли в ухе, конечно. Поэтому, когда... Буду погружаться, обязательно буду. Естественно, перед погружением. Естественно, вы продуваете трубу. Продуваете трубу. А, я думал, во время погружения. Нет, во время продувания. Я туда еще с собой. Я понял. Супер, да, класс. Другой вопрос в том, что когда после купания ребенок вылез на берег и начал скакать, что у него болит ухо, вот если вы немедленно тут же сразу закапаете в нос сосудосуживающие капли, то отит не будет развиваться. Вот о чем идет речь. Это правило первой помощи. И поэтому те же сосудосуживающие капли, которые всем сплошь и рядом рассматриваются как средство лечения насморка, на самом деле средство неотложной помощи при любых проблемах с ушами. Именно поэтому врачи, например, категорически не рекомендуют любые полеты с маленькими детьми. Но под маленькими детьми они имеют детей первых десяти дней жизни. Вот у ребенка новорожденного, очень узкая слуховая труба. Поэтому если вы, например, решите своего третьего родить где-нибудь на Кипре, то домой вы полетите не раньше, чем через десять дней. Вы не говорите этого, а то там придется. Почему, папа? Потому что мама там на месяц засяет. Специально поедет. Тем не менее, подождите, мы с ней договорились о десяти днях. И вы нам должны быть благодарны, что речь идет всего лишь о десяти днях. Опять-таки, когда мы говорим о путешествиях, речь не должна идти только о возрасте ребенка, на самом деле. Или о том, можем ли мы, мы, позволить себе обеспечить ребенку безопасность. Если у этого ребенка проблемы с ушами, то, конечно, такому ребенку обязательно надо для профилактики отита закапать. Если мы можем с таким ребенком не полететь, а поехать на автомобиле, это лучше. Если у ребенка, опять-таки, есть проблемы с ушами. А если таких проблем нет, так езжайте, как хотите. Но в любом случае, получается, с учетом любых поездок, именно вот этот факт, сосудосуживающий капрета, способ замечательной адаптации перед полетом, особенно важно, особенно это перед посадкой. Перед посадкой. Посадка более опасна, чем взлет в данной ситуации. Просто сказали, пристегните ремни, идем на посадку, тут же достали флакончик сосудосуживающего капрета и помогли ребенку. И таким образом у нас появился шанс взять младшенькую в теплые страны. Как вы понимаете, любое путешествие ребенка – это риск. Конечно, там, в конце этого путешествия, возможно, нас ждет теплое море или горнолыжный курорт, или, в конце концов, добрая бабушка. Но сам процесс передвижения в пространство однозначно связан с риском. Мы на сегодня являемся страной, где только приходит культура путешествий. То есть во всем мире как раз люди живут для того, чтобы видеть что-то, отдыхать и путешествовать. А мы только к этому стремимся. Поэтому вот нас никто не обучает даже в школах правилам путешествий, правилам элементарной безопасности. Ну вот, давайте рассмотрим, например, два элементарных совета. Вот первый совет. Коль скоро вы отправляетесь куда-то с ребенком, и впереди у вас аэропорты, вокзалы, то очень важно, чтобы ребенок был ярко одет. Ну, чтобы вы его увидели в толпе. Это элементарно. Второе, например, обязательная рекомендация. Ну, на ребенке должны быть опознавательные знаки, если он потеряется. То есть где-то что-то в кармане, цепочка, медальончик, где написан телефон мамы, телефон папы. А у вас, а у вас должна быть фотография ребенка, которую вы покажете. Или там уникальный совет, который кажется нам очевидным, но окажется, что когда ребенок путешествует и с мамой, и с папой, то с двумя родителями он теряется намного чаще, чем когда он только с мамой. Почта говорит, я же думал, ты за ним смотришь. Поэтому вы должны четко этот вопрос определить. И особенно если вас двое и детей двое, то до путешествия надо сказать, Маша моя, Вася твой. И каждый несет свою ответственность. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что вопросов много, и я готов на них отвечать. Да, Луиза Васильевна. Евгений Олегович, я хочу спросить. Когда едут путешествия в далекое, берут с собой аптечку. Что надо взять? Что необходимо? Давайте для начала назовем самое главное, что должно быть у вас в аптечке. Вот еще раз. А самое главное, что у вас должно быть в аптечке, это спиртовый гель для дезинфекции рук. Фиксирую внимание. Оказывается, оказывается. Вот существует огромное количество дезинфицирующих средств разных уровней. Самое простое дезинфицирующее средство называется, например, мыло и вода, да? Но мы прекрасно понимаем, что в поезде, в самолете, в аэропорту помыть руки не всегда удается, да? А именно через руки мы получаем 90% болячек. От вируса гриппа до дизентерии. Таким образом, самым надежным способом дезинфекции рук является так называемый спиртосодержащий гели. Что они из себя представляют? Такой флакончик, в котором обычно не этиловый, а так называемый изопропиловый спирт. Концентрация которого там должна быть не менее 60%. Обычно он растворяется в чем-то, что руки увлажняют. И если подобный гель наносится на руки хотя бы на 30 секунд, то он убивает более 99 возможных вирусов и бактерий, что позволяет нам обеспечить чистоту. И чем больше народу вокруг, чем дальше вы едете, тем меньше возможности использовать мыло и воду, тем чаще это надо использовать, особенно в тропических странах. В любом случае, в любом случае, аптечка, ваша аптечка должна пополняться или наполняться с учетом того, куда вы едете. В конце концов, если вы едете в горнолыжный курорт в Австрии, например, то вероятность получения квалифицированной медицинской помощи достаточно высока и брать с собой все, что шевелится, не очень надо. Но если вы решили совершить экскурсию по Непалу, то, наверное, взять надо несколько больше. И здесь, кроме дезинфицирующих средств, перевязочных материалов, есть и жаропонижающие средства, и противоаллергические препараты. Но, конечно, в каждом конкретном случае тактика сбора домашней аптечки должна согласовываться с вашим доктором. Но, 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 как мы уже заметили, если речь идет о любых горных путешествиях, ныряниях или полетах на самолетах, то там должны быть обязательно сосудосуживающие капли для носа. Евгений Олегович, при путешествии в автомобиле, например, как бороться с укачиванием? Какие препараты нужно иметь обязательно? Ну вот сразу скажу, что все препараты, именно препараты, которые предназначены для лечения или профилактики укачивания, они далеко не безопасны. У них есть множество побочных эффектов, высушивание слизистых оболочек, проблема там с носом, ушами и так далее. Поэтому мы называть название этих препаратов однозначно не будем. Мы только скажем, что они существуют, но обсудите их вы их точно уж с доктором. Тем не менее, есть стандартные рекомендации по профилактике укачивания, хотя сразу же скажем, что на 100% эффективных рекомендаций нет, и действительно одни детей укачивают всегда и везде, других никогда и нигде, да. Тем не менее, например, замечательный способ профилактики укачивания у маленьких детей, это отправляться в путешествие ночью, тогда, когда ребенок уснул и в спящем состоянии был помещен в автомобиль. Это первое. В любом случае не надо кормить ребенка в течение часа-полутора до поездки. Надо останавливаться достаточно часто. Если позволяют правила движения, ребенка надо садить поближе к водителю, то есть на переднее сиденье. Надо плотно прислоняться затылком к спинке кресла. Надо стараться смотреть вперед и вдаль. Очень эффективно что-то холодное во рту. Что-то холодное. Мелкими глотками пить холодные напитки. Сосать ледышки, мороженое. Вообще что-то сосать, например, там сосательные конфеты. Это очень эффективно. Ну и в любом случае, как правило, в укачивании проблема не только, это проблема нервной системы и вестибулярного аппарата, да, это проблема очень часто психологическая. Он уже готов к укачиванию, ждет укачивания, настраивается на него. Ему уже просто страшно, и он таки это имеет, да. Отвлекать ребенка, развлекать интересные игры, которые вы приберегли, на это, да, вот это всегда работает. И просто об этом надо знать. Кстати, продолжая тему укачивания, хотелось бы обратить внимание еще на один факт. Потому что у нас путешествие с детьми, это всегда равно все закрыто в транспортном средстве. То есть открыть форточку в автобусе или в поезде, или в автомобиле, когда там внутри находится ребенок, наша женщина этого не может. А именно дефицит свежего воздуха очень сильно провоцирует укачивание. Поэтому думайте об этом тоже. Евгений Олегович, подскажите, если есть выбор поездом или автомобилем, километров 600 или 800 путешествия предстоит, то что выбирать? Не всегда есть удобный и безопасный поезд. На самом деле поезд это хорошо, но вы же знаете, что такое есть определенное. Я бы не говорил так, наш поезд, да? Вот есть поезд, где найти чистое полотенце сложно, где в туалет зайти страшно, да? А у вас есть чистый автомобиль, и по пути есть где остановиться, переночевать, отдохнуть. Дай вам Бог такой автомобиль. Но дай Бог нам всем хорошие, чистые, безопасные поезда. Спасибо. У нас такой вопрос. Вопрос адаптации. В прошлом году нам было 7 месяцев, мы поехали на 3 недели в Евпаторию, и потом сразу же практически из Евпатории переехали в Хорватию. То есть мы раздробили отпуск, и нам адаптация практически не нужна была. Но пройдет год, в этом году, новым летом, мы захотим снова поехать в отпуск. То есть мне кажется, что более осознанно ребенок уже все понимает, и адаптация, наверное, понадобится. Как вы считаете? Я считаю, что вот эта тема адаптации при перемещении в рамках одного полушария, они очень сильно преувеличены. Если вы резко поменяете климат, то есть из жары в холод, или в холодное время уехали в теплые страны, то тогда от вас понадобится всего-навсего осторожность, быть более внимательным в отношении теплового удара или обморожения. На самом деле главное на этапе адаптации не пытаться сразу овладеть всеми преимуществами этого курорта. То есть на самом деле всего что надо, это элементарный здравый смысл. Но если мы приехали в теплые страны, то не надо целый день проводить на пляже. Если мы только дорвались до этого моря, то давайте сегодня будем купаться полчаса, а завтра два часа. И что самое главное именно на этапе адаптации, перемены окружающей среды, категорически никогда не заставлять ребенка есть, а если у него аппетит, то сдерживать, и заставлять, именно заставлять и много пить. Но естественно качественную воду. А в плане еды ведь тоже сплошь и рядом проблемы. Вы приехали в теплые страны, где куча экзотических продуктов, и в первый же день надо попробовать все. А потом и рассказывать, у нас была такая тяжелая акклиматизация, а речь на самом деле о том, что был просто острый дефицит мозгов. Правда? Доктор, как вы считаете, с какого возраста ребенку можно путешествовать без родителей? Я имею в виду экскурсии с классом, где на 30 детей всего-то двое взрослых. Понятно. Ну на самом деле мы все прекрасно понимаем, что есть ребенок, которого можно в три года отправить, и он будет слушаться и выполнять инструкции, а есть такой, которого и в 18 лет одного оставить страшно. Понимаете? То есть все, конечно, определяется ребенком. Если ваш ребенок понимает значение слов «нельзя», «надо», если он приучен к дисциплине, то, по-видимому, после 10-летнего возраста он уже может ездить с руководителями. До этого возраста я бы не рисковал. Евгений Олегович, в ближайшее время мы планируем двухчасовой перелет с 6-месячной дочкой. Как ей помочь? Я имею в виду влажность воздуха, очень низкая в самолете, нехватка свежего воздуха, и опять-таки перепады давления. Просто маленький грудничковый ребенок. Конечно, во-первых, приложить к груди или дать бутылочку, или соску, или пустышку во время взлета и посадки. Это однозначно надо. Во время полета увлажнять носовые ходы, используя аэрозоли с физиологическим раствором. Когда вы берете их с собой в самолет, помните о том, что вас же выгонят, если флакончик будет больше 50 мл сплошь и рядом. Об этом надо знать. И если есть малейший намек на насморк, на проблемы с носом и ушами, то перед посадкой, именно перед посадкой, это самое главное, в носик сосудосуживающей капли. Конкретно какие препараты можно детям первого года жизни, спросите у вашего участкового врача. Спасибо. Добрый день. До какого возраста нежелательно с ребенком ездить отдыхать в другие страны? Будь то самолет или поезд. Я понимаю. На самом деле, главное для нас с вами не страна, куда он едет, и не на чем он едет, а то, можем ли мы в этом средстве передвижения и в той стране, куда вы едете, обеспечить ребенку безопасность и получение квалифицированной медицинской помощи при необходимости. Поэтому есть страны, куда можно ездить с детьми любого возраста, и есть страны, куда не надо ездить даже взрослым. Вы это прекрасно понимаете. Другой вопрос в том, что мы очень часто сами, взрослые, не знаем даже о том, какие там вопросы надо элементарно задать. Ну вот, ваш туроператор предлагает вам некую гостиницу, да? Вы можете у него спросить, а в этой гостинице есть условия для пребывания детей? А что эти условия из себя представляют? Вот я вам приведу такой пример. Вот были такие исследования, где изучали, например, безопасность детских кроваток в гостинице. Вот даже в Европе 80% детских кроваток не соответствуют требованиям безопасности. Понимаете, вот мелочка как бы, да? Но в любом случае, вот вы приехали в какую-то страну и поселились в неком отеле, да? Вот вы переступили порог гостиничного номера. Поверьте, никто там конкретно вашего двухлетнего Аболтуса не ждал, вот в этом номере, да? И там стоит журнальный столик с острым углом, именно об который он и стукнется. Если вы об этом не подумаете, вы можете отодвинуть этот столик, но вы можете элементарно попросить его просто из номера убрать, да? Вы можете посмотреть, где висят какие шнуры и провода, за которых он зацепится ногой. Можете заглянуть в ванну, убедиться, что там не скользко, что там есть коврик, да? Посмотреть кроватку, где она стоит, какие там дырки между прутьями, не застрянет ли там голова и так далее. То есть вы, вы и только вы можете проконтролировать наличие безопасных условий для вашего ребенка. И первое, что вы должны узнать, когда вы туда попали, а если что не так, куда бежать, кому звонить, кто придет. И это зависит только от вас. Просто вы должны понимать, что вы всегда должны быть к этому готовы. Если вы готовы, так наоборот, все будет прекрасно. И никто вам не понадобится. Подтверждение ваших слов. Я хочу пожелать всем выучить хотя бы английский язык, чтобы смочь пообщаться с теми, кто там есть. Вы знаете, я хочу сказать, что когда пытаешься знакомиться с инструкциями для родителей, для родителей, которые пишут, и пытаешься эти инструкции применить, например, к нашей стране, то иногда, это так смешно, ну я вам приведу такой пример. Ну, как вы знаете, в мире никто не может себе представить, что ребенка кто-нибудь в автомобиле посадит на руки, да? Естественно, детки в автомобиле находятся там в автомобильном кресле, да? И вот стандартная инструкция, например, у американцев, у европейцев. Вы должны быть уверены в том, что автомобильное кресло правильно установлено. Если вы в этом не уверены, остановитесь возле ближайшего полицейского, он обязан это проконтролировать. Я просто представил себе, как где-нибудь там на трассе, вы остановились возле милиционера, который прячется в кустах, и просите его, мол, проверь, правильно у меня кресло установлено или нет. Думаю, что вызов в психушку вам точно гарантирован в таких условиях. АПЛОДИСМЕНТЫ Ведь почему так сложно путешествовать с детьми? Прежде всего, потому что вот все, что вы видите, да? Дети не могут даже у нас здесь спокойно посидеть. А классический диагноз ребенка – это шило в заднице. И высидеть 8 часов полета или 8 часов поездки очень сложно. И, как правило, именно мы, взрослые, если мы хотим спокойно провести эту дорогу, должны к этому подготовиться. Это очень важно. Поэтому именно мы, взрослые, готовимся к поездке как? Покупаем детям игрушки, всякие пазлы, кроссворды, запасаемся DVD-дисками, мультиками. В машине обязательно у нас есть какой-нибудь телевизор, и они это смотрят. Тут другие правила. Если ребенка, ребенков больше одного, то пульт управления телевизором должен быть у взрослого. Или там сзади будет драка. Об этом тоже надо знать, правильно? А если там сзади едет взрослый, то дети должны сидеть с краев, то есть посередине взрослый, с пультом управления в руках, а сбоку дети. Иначе там сзади будет мордобой. И это надо учитывать, Луиза Васильевна, понимаете? Скажите, пожалуйста, какой вид транспорта все-таки оптимальнее для путешествия с ребенком? Вот если выбирать самолет, автобус, поезд? Вы понимаете, тут есть два момента. Два момента. Первое. Путешествие – это удовольствие, то есть вот сам процесс перемещения в пространстве. Это удовольствие. Или цель путешествия – побыстрее добраться туда, где будет хорошо. Понятно? Путешествие по Карпатам. Тут прелесть само путешествие. Смотреть по сторонам, останавливаться, выходить, где-нибудь поесть. Есть, естественно, в таком путешествии идеальный вид транспорта – это автомобиль. Путешествие в Австралию. Идеальный вид транспорта – конечно, самолет. Не в путешествии дело, а в самой Австралии. Правда? Поэтому эти факторы вы однозначно будете учитывать. И главное, тем не менее, никогда не забывайте о том, что если вы взяли ребенка, то вы должны не только папе и себе, но и всем окружающим доказать, что это ребенок ваш. Поэтому не забудьте иметь с собой нотариально заверенные документы, что он ваш. Надеюсь, тем не менее, что ваши путешествия пройдут гладко и счастливо. И с врачами вы будете только дружить, когда вернетесь. Всего вам доброго. Мы встретимся через неделю. До свидания. Программа «Выходить» за петрункой торговой марки «Барни». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ